И выпустите нахер телефон из своих рук. Меня это просто бесит. Уберите телефон из рук. Освободите время. Работайте. Тренируйтесь. Развивайтесь осознанно. БАМ! Здоров, ребят! С вами я, Бородач. Сегодня мы разговариваем о интервальном голодании. Intermittent fasting, как вы можете его видеть в тысячах интернетов. Это один из вариантов питания атлета, я бы сказал. Что конкретно мы обсудим? Интервальное голодание. Что это? Как пришел к этому я? Какие основные моменты? Я не буду оперировать никакими научными выкладками, исследованиями. Потому как... Мне очень нравится мнение... Позиция Джоша Бриджеса на эту тему. Он говорит. Я не врач, я не ученый, я не доктор, я не биохимик. У меня нет специальных знаний, поэтому я не могу оперировать никакими научными фактами, потому как у меня их нет в багаже знаний моем. По вопросу интервального голодания никаких серьезных исследований не было. Читал я об исследовании среди атлетов-мусульман. Как вы знаете, у них есть Рамадан. Что очень похоже на интервальное голодание, потому как в течение месяца они соблюдают пост, то есть голодают. Все дневное время. От рассвета до заката. И было небольшое исследование на тему их перформанса, на тему их самочувствия, их спортивных успехов. И исследование одно из немногих вселяет надежду в тех, кто любит разные исследования, любит научные подтверждения. Но, снова апеллируя Джошу Бриджесу, скажу, что я не врач, не биохимик, не ученый. Я могу выражать только мое мнение. Я могу говорить о том, что я испробовал на себе. Я могу говорить о том, что интервальное голодание исповедует Джош Бриджес, Фронинг и, я подозреваю, многие из Мейхем Кроссфит. Итак, мы знаем атлетов, которые придерживаются интервального голодания и показывают, ну не побоюсь этого слова, феноменальные результаты. Я, как атлет, который готовится к соревнованиям, я хотел улучшить свои показатели, уменьшив вес тела. То есть вес всего вот этого носимого на себе. Я уменьшил процент жировой ткани, наверное, какой-то процент мышечной, но, что касается тренировочного процесса, не было никакого провала. То есть вот эти 6-7 месяцев я продолжаю довольно-таки интенсивно тренироваться. Но, опять же, опять же, говорю, что этот формат питания подходит для людей, которые понимают, что такое диета, что такое режим, что такое тренировки. Если пуститься в частности, в подробности, то интервальное голодание рекомендуется человеку, который на «ты» с диетами и с физической активностью. То есть если вы, мягко говоря, пельмень с дивана, вы в жизни не считали калорий, вы не понимаете своих макро, то есть вы вообще не в курсе, о чем я сейчас говорю, вам не нужно интервально голодать. Интервальное голодание – это фишка для атлетов, для человека, который хочет уменьшить и так небольшую жировую прослойку. То есть это как вариант подвестись к своей весовой, как вариант улучшить свои кондиции. Это не вариант для человека, у которого более 20% жира в организме. Увы, если вы понятия не имеете о всех этих диетических штуках, вам в первую очередь нужно понимать, какое количество вы калорий потребляете, какое количество тратите. Ну, то есть вы должны начать все сначала. Знаете, еще есть со времен палеодиеты, когда я экспериментировал с палео давным-давно, я понял одну прекрасную вещь. Если ты не ешь дрянь, ты можешь есть действительно очень много. Но если ты частенько позволяешь себе всякий мусор, ты должен считать. Ты должен считать общий вход, общий выход, макро-нутриенты ты должен считать. И к этому всему подсчету уже нужно подвязывать интервальное голодание. Я долго, в принципе, на обкатку каждой диеты я тратил где-то 6-8 месяцев. Это не один месяц, это не 2-3 недели. Это действительно долгий срок, когда вы понемногу пытаетесь въехать. Очень много моментов психологических, физиологических, ментальных, которые вас могут сбивать с пути. Именно поэтому вы должны следовать своим путем, постоянно делая небольшие изменения. Не убегая в ужасе. А если вы застопорились и понимаете, что что-то идет не так, надо что-то менять. И продолжать двигаться в своем направлении. Потому что только недели и месяцы целенаправленной работы дадут вам результат. Не важно, что это, формат питания или тренировочная программа какая-то. В данном случае для интервального голодания. Если вы чувствуете готовы к этому, вы должны это пробовать. Начните отодвигать свой завтрак. И все, элементарно. Завтракайте на час позже пробуждения. На два, на три, на четыре. Покуда не дойдете до вот этих оговоренных 13.00. То есть, о чем я говорю. Лингейнс метод заключается вот в этих питании. В это окно с 13 до 21 часа. Это формат, который подходит всем. То есть, это те часы, в которые удобнее всего это делать. И старайтесь отодвигать время своего завтрака постепенно. Но то, о чем я говорил. Проще начать с одного дня в неделю. То, как я это делал несколько месяцев, голодая только в воскресенье. Те дни, когда я голодал по воскресеньям. То есть, я довел до суток, то есть, в 9 вечера я ел последний раз в субботу. И в 9 вечера я ел в воскресенье. То есть, проходило 24 часа, в которые я не употреблял, но я не знаю, сколько я калорий может, сколько в чашке кофе калорий. В общем, штуки 3 чашки кофейных калорий я употреблял. Но пил много воды, не использовал никаких аминокислот, ничего. Вода, чай, кофе, все. Все воскресенье голодал. Вот эти воскресенья дали мне понимание того, что я совершенно спокойно могу пропустить прием пищи. 2, 3, 4, целый день, целые сутки. Это психологический голод. Ваше тело не нуждается в этой еде каждые 3 часа. Оно действительно в этом не нуждается. Я не оперирую никакими исследованиями. Я опираюсь на собственный опыт. На следующий день, в понедельник, я выполнял тяжелую тренировку без каких бы то ни было проблем. И затем, спустя 3 месяца вот этих экспериментов однодневных, я перешел на 16 на 8. Формат 16 на 8 предполагает, что вы весь свой дневной калораж поместите вот в эти 8 часов. Как это делаю я? Я просыпаюсь в 8. Еще один момент. Время без завтрака, мне это очень понравилось. Вот эти полчаса, которые я тратил обычно на завтрак, я сейчас трачу на вещи, которые раньше мне были недоступны в силу отсутствия времени. Я принимаю холодный душ от 2 до 5 минут, циклирую. Это тема для отдельного ролика о восстановительных процедурах. У меня есть время для утренней гимнастики, у меня есть время для утренней медитации, дыхательной практики. Обо всем этом когда-то мы тоже поговорим подробнее, но вот эти полчаса или 40 минут, которые освободились от отсутствия завтрака, я трачу на все эти утренние процедуры, и они очень четко туда влезают. Я пропустил завтрак, я сделал все свои утренние процедуры, выпил кофе, ушел на работу, работаю, работаю, работаю. Дальше у меня, то есть, как вы поняли, я сейчас говорю о распорядке своего дня, обычного, тренировочного. Я работаю, затем где-то в час-два я тренируюсь. Перед тренировкой я выпиваю минокислоты, я выпиваю тренировочный коктейль, в который входит несколько компонентов, о которых мы тоже когда-то отдельно поговорим. Там нет калорий, там есть 10 грамм аминокислот, так как Берхан рекомендует. И я приступаю к тренировке, которая длится 60-90 минут, вместе со всеми этими мобилизациями, порядка двух часов. После тренировки я выпиваю коктейль, в котором есть уже углеводы, протеин и еще всякая байда. Выпиваю коктейль и после этого сразу я принимаю, наверное, самый большой прием пищи за день. Это рис, мясо, это практически половинный калораж моего дня. Я за вот эти 8 часов пробовал по-разному. Я пробовал делать три приема пищи, я пробовал делать два и перекус. Сейчас я пришел к тому, что я делаю после тренировки коктейль протеиновый, в котором где-то полторы порции протеина, порция углеводов и все остальное. Затем я полноценно принимаю пищу, которая примерно половину дневного калоража моего составляет. Это затем я работаю снова и, приходя домой, уже где-то в 9 часов я ужинаю, или не знаю, как сейчас это называть, завтрак, обед, ужин. Второй раз ем и ем вторую половину своего калоража. Вот эти два приема пищи, они действительно такие великоваты. Как и говорит Бирхан, вам нужно привыкнуть до хрена есть. Но, но два раза. Есть множество показателей. Холестерин, липиды крови, кровяные тельца. Вся эта биохимическая штука, шняга. Я не сдавал анализов, ориентируюсь только на свое самочувствие. Поэтому есть книга, вот эта же, Experiments with Intermittent Fasting. Вот там руководитель какого-то фитнес-центра или не помню, кто он. Вот он сдавал все эти анализы, и все эти анализы в его книге обсуждались. Показатели улучшались во всех анализах. Об этом же говорит и Бирхан в своем Лентгейнс-методе, и его клиенты тоже о том, что показатели улучшаются. То есть анализы стали лучше по истечении какого-то времени. То есть масштабных научных исследований не проводилось. Но люди, которые этим живут, люди, которые этим занимаются, говорят, что это работает. Есть, конечно, некоторые моменты. Особенно вот это воскресное голодание, оно настраивает тебя весьма творчески. То есть у тебя, ну как вы понимаете, исторически, как постящиеся люди из разных верований, они чувствуют вот эти все озарения, вот этот весь творческий подъем. Это имеет место быть, да. Но в то же время люди, которые занимаются умственным трудом, ну вот эти часы голодания сказываются на их продуктивности негативно. То есть если нужно внимание, конкретная работа мозга, какие-то вычисления, какие-то серьезная работа интеллектуальная, то голодание с этим немного плохо уживается. Еще такой большой вопрос. Да, типа если там полаптеки закидывать, так можно и типа бургер один хавать и все. На самом деле нет. Этот формат питания, как вы можете прочесть в том же Линген методе, работает для сотен и тысяч реальных и онлайн клиентов у того же Берхана. Поэтому на самом деле большое значение имеет ваш настрой и ваше желание двигаться вперед к своим целям. Оформите цель, поймите, как до нее добраться. И любое путешествие начинается с маленького шага. Нет никаких проблем. Не надо себе придумывать тысячи оправданий, тысячи причин. Берите и делайте. Просто берите и делайте. Не нужно ждать, пока в Найке выйдет новая коллекция для того, чтобы пойти в спортзал. Берешь и идешь. Просто берите и делайте. И выпустите нахер телефон из своих рук. Меня это просто бесит. Уберите телефон из рук. Освободите время. Работайте. Тренируйтесь. Развивайтесь осознанно. Выткните из телефона. Попытайтесь понять, что вас окружает. Дождь на улице. Красиво, красиво. Небо, деревья. Оставайтесь в настоящем моменте, чем бы вы ни занимались. Не пытайтесь жить завтрашним. Не пытайтесь жить во вчерашнем. Живите в настоящем моменте. И выпустите нахер из рук этот телефон. Я вас прошу. Это действительно важно. Оставаться в настоящем моменте. А в следующий раз мы поговорим о ДМБ. С вами был Бородач. Пока.